Представьте на секунду, что вы живете в частном доме или строите его. И как ответственный владелец, в первую очередь стоит позаботиться о заборе. Есть два варианта – построить самому или же заказать у кого-то. Решившие выбрать последнее, становились жертвами 36-летнего мошенника. Горожане сами попадались на его удочку в интернете. Объявление злоумышленник размещал на популярных сайтах. Цену указывал ниже конкурентов. Тем самым жертвы сами шли к нему. На встрече с потенциальными клиентами для большей убедительности он производил расчеты. Заключал договор, а после получал оплату. Чтобы не вызывать подозрений, он даже начинал подготовительную работу. Уцепляя бдительность своих потенциальных жертв, данный гражданин у нас проводил первоначальные работы. Копал ямы под столбы, заводил щебень, устанавливал опалубки для фундамента. После чего отключался телефон свой и скрывался. Абонентские номера блокировал. Помимо заказчиков страдали и владельцы инструментов. Он брал их в аренду, оформляя на своих наемных работников. После чего сдавал их в скупки уже через других людей. Но на этом злоумышленник не останавливался. Находясь на рынках, предлагал продавцам оплатить покупку посредством перевода через мобильные банки. Также, пользуясь их доверием, под предлогом необходимости денежных средств, пояснял, что у него при себе отсутствуют банковские карты и просил об наличии денежных средств. Взамен преступник предоставлял поддельные чеки, находил жертв и в гостиницах, знакомился с постояльцами, выпивал с ними. А наутро те обнаруживали пропажу телефонов и денег. Одним из последних дел мошенника стала продажа гаража. И, как вы уже поняли, ему он не принадлежал. Заприметив металлоконструкцию, мужчина решил ее вскрыть и стал выжидать. А не получив обратной реакции от владельца, выставил объявление о его продаже. Оперативникам удалось выйти на след преступника через полтора года. Осложняло работу сотрудников активный кочевой образ жизни подозреваемого. Его поймали в ходе очередной сделки. Сейчас аферист находится под стражей. По итогу 14 фактов мошенничества объединили в одно дело. Нажился мужчина на полтора миллиона рублей. Теперь злоумышленнику грозит срок до шести лет лишения свободы. Базарев Шеев, Алексей Ромашов, Жаргал Цриндашиев. Новости дня.